Когда я впервые запустил эту игру на Nintendo Switch, и вот буквально сразу я такой думаю, слушайте, а случаем не порт ли этой игры с Wii? И действительно, это оказывается порт игры с Wii. Ну а с вами Денис Мейджор, и сегодня я расскажу об игре Go Vacation для Nintendo Switch. И у меня для вас, можно сказать, две информации. Ну, типа, как говорят, две новости, хорошая и плохая. Только здесь так, две вот как бы новости, одна плохая, а другая, она, ну, в целом хорошая, можно сказать, позитивная. По сравнению с первой, во всяком случае. Давайте начну сразу с плохого, ведь по сути с этого я и начал свое видео. Итак, Go Vacation это порт игры с Wii. Сама по себе это неплохо, у нас были замечательные порты с Wii на Wii U, на 3DS-ку даже несколько неплохих было портов, которые выжимали все соки из этой 3DS-ки. То, что мы видим здесь, это, наверное, самый ленивый и самый жадный порт игры из всех вообще, которые мы когда-либо видели вообще на всех платформах и системах. Ну, то есть, посмотрите. Во-первых, у нас вообще не улучшили никак графику. Все, что нам улучшили, это разрешение. Ну, на Wii разрешение составляет 480p, 480 строчек, либо 576 в чересрочной развертке. На Switch у нас разрешение могло бы быть в Full HD, но оно даже не в Full HD. Это 720p и без сглаживания. И даже фреймрейт не подняли. На Wii было 30 фпс, а здесь у нас 30 фпс. И вы такие спрашиваете себя, ну чё-то да, как бы. И сколько же это стоит? Знаете, сколько это стоит? 3 500! Или чё-то около того. Короче, за 3,5 тысячи нам продают порт игры с Wii. Я напомню, что порты игры с Wii на Wii U в режиме Virtual Console стоили около 1200-1300. Да, там не было повышения разрешения, но знаете, тут как бы тоже не сильно-то и повысили. И это очень печально. Причём тут, смотрите, какая фишка. Оригинальную игру для Wii издавала и разрабатывала Намка Бандай. Что касается вот этого порта на Nintendo Switch, то Намка Бандай его издаёт только в Японии, а во всём остальном мире издательством занимается Nintendo. Так что вот, Nintendo нам продаёт порт игры с Wii за 3 500. Тут, естественно, никак нельзя оправдать, либо такое качество порта, либо такую цену. Был бы это такой порт за 1000 рублей, ну норм, ну как на Wii U были порты, да, в принципе нормально. Или был бы это за 3 500 ремастер в Full HD 60 фпс, потому что Switch потянет. Ну тогда тоже было бы понятно. На Wii U ведь выходили, например, ремастеры тот же Zelda Twilight Princess HD или Monster Hunter 3 Ultimate. Правда, Zelda, конечно, была именно ремастер геймкьюбовской версии, но по сути какая разница. Всё равно это был хотя бы подтянутый графон до Full HD, улучшенные текстуры, и всё это было на Wii U. И да, продавали за фулл прайс. Тут, конечно, не совсем фулл прайс, но почти. Ладно, хватит о плохом, давайте хоть про игру расскажу. Но здесь смотрите тоже, то есть это игра как бы немножко на любителя. То есть да, здесь нету какого-то там сюжета, там ты чё, там детей нигде не убивают. Любителям ААА блокбастеров, естественно, не понравится. Но, на самом деле, это относительно вообще-то даже неплохая игрушка. Этакий симулятор отдыха. Ну, на случай, если вы давно не были в отпуске, как я, например. Но дело не только в этом. Это ещё и пати-игра. Я уже говорил, что на Nintendo Switch не хватает пати-игр. Не такие, как в One, Two, Switch на двух игроков. А чтобы реально несколько, ну, четыре игрока могли вот затусить в эту игру. С довольно простыми правилами. Опять же, не так, как где-нибудь в Overcooked. Да, там могут играть четыре человека, но это нужно прям, чтобы все четыре умели играть, учились играть. Потому что игрушка сложная вообще-то. Это про Overcooked я говорю, я когда-то делал её обзор. Здесь же у нас, развлекаясь, вот те, пожалуйста, гонки на мотоциклах, гонки на водных мотоциклах, волейбол, теннис, стрельба из водяных пушек, ныряние под воду, катание на лыжах, прыжки с парашюток. То есть, действительно, есть во что поиграть в компании. Ну, по крайней мере, до выхода Mario Party. Ну, и, конечно, можно играть на половинках джойконов. Ну, по сути, на самих джойконах. То есть, на стандартном комплекте консоли уже могут играть два человека. А всего за одной консолью могут играть четыре человека. Ещё можно играть на нескольких консолях локально, но тут я, к сожалению, не знаю, до скольки человек поддерживается. Кстати, в оригинальной игре периодически использовался motion control. Здесь где-то его сохранили, но на самом деле странно тоже сохранили. Тут ещё, понимаете, какая фишка? Ну, окей, допустим, я играю не на половинке джойкона, а вот на полноценном даже про-контроллере. Ну, почему бы мне не сделать обзор камеры на второй аналоговый стик? То есть, управление тоже с оригинала практически не поменяли. В общем, получается так. Игрушка уже далеко не новая, 2011 года, оценку я и ставить поэтому не буду. Но, если вам понравилось и у вас есть Nintendo Wii, то лучше найдите эту игру для Nintendo Wii. Это вам обойдётся гораздо дешевле. Разницу в графике с Nintendo Switch вы всё равно толком не прочувствуете. Ну и от портативности-то не сильно выиграете. Потому что, да, с одной стороны, игру можно взять с собой куда-нибудь в отпуск. Но если вы едете в отпуск, зачем вам играть в виртуальный в отпуск? Мы встроили тебе отпуск в отпуск, чтобы ты играл в отпуск, пока находишься в отпуске. Ну, а на Nintendo Switch, я считаю, надо скидки ждать. И приличные скидки. За 500, 1000 рублей, ну, максимум за полторы, можно. Но решать в любом случае вам. Как я уже давно говорил, я просто предоставляю информацию. Вы сами выбираете, сами решайте, что вам брать или не брать. Ну, а с вами был Денис Мейджор и обзор игры Go Vacation для Nintendo Switch. Подписывайтесь на мой канал, чтобы не пропускать новые интересные видео об играх и игровых консолях. Ставьте лайк, если вам понравилось. Не забывайте, что у меня есть стримовский канал, ссылка на него в описании. И спасибо всем, кто поддерживает меня на Патреоне. Вы помогаете этому каналу становиться лучше. И благодарю за просмотр. До новых встреч. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok